Сегодня мы начинаем программу со строительства деревянного каркаса веранды. Обсудим правила монтажа плавающей стяжки на экструзии. Учимся правильно наносить краску на дерево. Рассмотрим достоинства высотных работ на вышке Туре. В цикле сюжетов про брусчатку сегодня обсуждаем моду и эстетику дизайна мощения. Высадим в грунт после стройки хвойные деревья. Параллельно зальем бетон под автостоянку и ответим на вопрос, можно ли самостоятельно отличить марку смеси и какие смеси можно добавлять в бетон для гидроизоляции. Не переключайтесь. Поговорим про утепление бетонного основания. Чтобы минимизировать потери тепла на таких участках, важно сделать теплоизоляцию. Для утепления пола нашей веранды мы решили использовать экструзию от компании Техно Николь. Основное свойство и преимущество материала это высокая прочность и то, что материал практически не боится влаги, поэтому может применяться в контакте с влажными грунтами. Данная плита обладает прочностью 20 тонн на квадратный метр распределенной нагрузки. Теплоизоляционный материал обладает высокими теплосберегающими свойствами и имеет очень низкий коэффициент теплопроводности. Срок службы материала составляет не менее 50 лет, что подтверждено сертификатом нестроительной физики. Также на упаковке вы можете наблюдать значок экологической сертификации листок жизни. Ежегодно проходит аудит на качество плит и их экологичность. Техно Николь. Российская компания, производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. Владеет заводами, представительствами, учебными центрами, научными подразделениями в России, СНГ и Европе. Входит в пятерку крупнейших европейских производителей гидроизоляционных материалов. Рассмотрим поэтапно, как правильно утеплить бетонное основание веранды при помощи экструдированного полистирола. Основание должно быть подготовленное и выровненное. Ждем, когда основание у нас высохнет, либо сушим его, выравниваем стяжкой. Перепады должны быть не более 10 миллиметров на двухметровое провило. Соответственно, если у нас основание неровное, то мы его выравниваем, либо дополнительно, если нет каких-то других возможностей, используем клей-пену, чтобы выровнять его при приклеивании плит. Теплоизоляция укладывается таким образом, чтобы смещались кромки обязательно. Укладывается она в шахматном порядке с разбежкой швов. Тем самым у нас перекрывается мой пехол. Если при неровном основании образование щелей критично больше двух миллиметров, то щели также проклеиваются клей-пеной. После того, как мы смонтировали все плиты, укладывается пленка строительная перед заливкой стяжки. Пленка здесь нужна не для того, чтобы защитить экструзионный пенополистирол, он на приори влаги не боится, а для того, чтобы не попадало цементное молоко из стяжки между стыками, тем самым создавало мостики холода. Стоит отметить, что экструзия также подходит для тех, кто предпочитает экономить на толщине стяжки. Такой тип монтажа стяжки называется плавающий. «Можно выделить три вида стяжек. Первый вид – это адгезионная стяжка. Это когда стяжка укладывается непосредственно на бетонное основание. Второй вид – это стяжка на разделительном слое. Это когда растворная смесь укладывается на разделительный слой, например, на полиэтиленовую пленку. И третий вид стяжки – это плавающая стяжка». На дворе глубокая осень, поэтому мы решили использовать для наших строительных задач быстро сохнущую стяжку от компании «Мопей». Как обещает производитель, уже через четыре дня основание будет готово к монтажу финишного покрытия. Полусухая стяжка «Топчемпронта» от «Мопей» обладает высокой прочностью 30 мегапаскаль, что дает возможность его применять как внутри помещений, так и снаружи, а также дает возможность использовать его в помещениях с более высокой нагрузкой на пол. Это торговые центры или складские помещения. Продукт обладает высокой теплопроводностью, что позволяет экономить энергоноситель, так как высокая теплопроводность у продукта, он не задерживает тепло внутри своего тела, а быстро его передает на финишное покрытие. Более 85 лет компания «Мопей» производит клей, герметики и продукцию строительной химии. В России продукция «Мопей» производится на трех заводах, которые расположены в Московской, Свердловской и Ленинградской областях. Вся продукция адаптирована к особенностям нашего российского климата. Итак, материал выбран, осталось его смонтировать. Чтобы ускорить процессы, мы решили наносить стяжку механизированным способом. На данном объекте мы производим монтаж полусухой стяжки «Топчемпронта» плавающим способом по экструзионному пенополистиролу с помощью средств механизации. Для повышения трещиностойкости плавающей стяжки с толщиной внесения от 4 сантиметров мы используем стальную сетку для армировки стяжки. Стальная сетка выбирается с толщиной прутка 2-3 миллиметра, ячейка 50 на 50 миллиметров. Сетку рекомендуется уложить в слой стяжки на толщину не меньше 1 треть толщины стяжки. Для подачи растворной смеси «Топчемпронта» используется бункер для замешивания растворной смеси и пневмонагнетательный насос. И с помощью шланга растворная смесь подается непосредственно на площадку, где укладывается. Расход «Топчемпронта» сухой смеси составляет 20 килограмм на метр в квадрате на сантиметр толщины. С помощью средств механизации растворная смесь «Топчемпронта» подается непосредственно на площадку, распределяется по площадке, утрамбовывается и потом излишки убираются с помощью провила с одновременным выравниванием основания. Рекомендуется обеспечить контроль мест появления трещин в стяжке с помощью нарезки усадочных швов. Пропил шириной 3-5 мм выполняется на глубину 1-3 толщины стяжки. Так создаются зоны слабины, и при усадке раствор трескается именно в этих местах. Швы нарезаются специальным шпателем сразу же после укладки стяжки. Отметим, что монтаж стяжки мы производили после сборки силовой конструкции навеса веранды. Наша задача была утопить крепеж балок в бетонное основание таким образом, чтобы остался зазор для дальнейшего монтажа финишного материала. На примере вот этой беседки, которую здесь строят, мы можем увидеть клееную конструкционную балку – это столбы, и обвязку верхнюю. Эта конструкция в целом работает как силовой каркас. Столбы у нас держат нагрузку кровли, и обвязка, соответственно, держит столбы. Силовой каркас веранды мы смонтировали из клееного бруса от компании «Вышневолодский леспромхоз». Для опорных столбов мы выбрали сечение 200 на 200 мм. Для стропил – сечение 100 на 200 мм. Здесь зарезка вся производилась на месте, сверловка, выборка пазов под обвязочную балку. Так как площадь остекления крыши веранды достаточно большая, то малейшая ошибка может грозить серьезными последствиями. Мы решили подробно изучить технологию «Фахверк» и по возможности применить принципы технологии на нашей площадке. Дома «Фахверк» продолжают набирать популярность, причем сейчас уже заходят в разные сегменты. От эконом до премиального класса. Преимущество, скорее всего, это дизайн. Здесь можно применять стеклом заполнение, имитации бруса. То есть это применение различных материалов в одной архитектуре дома. В основе «Фахверкового дома» – каркас из колонн, балок и перекрытий. Однако отличительная черта технологии в том, что каркас виден снаружи и выполняет декоративную функцию. Каркас «Фахверка» изготавливают из клееного бруса хвойных пород. В нем устранены практически все недостатки древесины как материала. Он прочный, не дает усадки в эксплуатации, не коробится при колебаниях влажности и температуры. Если раньше плотники изготавливали силовые элементы дома с помощью пилы и товара, то теперь для раскроя используют высокоточные станки с числовым программным управлением. Причем программа для этих станков подготавливает проектировщик. Это гарантия того, что при сборке дома все детали будут соединены согласно проекту. Здесь это все делается вручную. На заводе это будет делаться уже под проекту по конкретным параметрам. Каждая деталька будет пронумерована, у каждой детали будет свое место, свое предназначение. У каждой детали также будет расчет по нагрузкам, чтобы у нас, не дай бог, не было провисаний или, не дай бог, она не сломалась. Каркас веранды мы решили покрасить в белый цвет. Помимо изменения цвета стен и улучшения внешнего вида, составы, которыми пользуются при покраске, значительно продлевают срок эксплуатации конструкции. Проговорим с представителем торговой марки «Дюфа» основные правила и нюансы при нанесении краски на клееный брус. Мы должны снизить факторы воздействия ультрафиолета, который разрушает клей, который скрепляет волокна древесины, и максимально отталкивать воду. То есть эти два мощнейших фактора. Именно так сделан грунт «Вудбейс Аква». Есть специальные вещества, которые не угрожают человеческому здоровью, они безопасны, но обладают фунгицидным действием. Поэтому важно именно воздействие этой грунтовки. Защита вот этой комплексной системы грунтовки и покрытия была настолько хороша, что разрушения так и не наступали. То есть мы очень довольны тем, насколько здорово работает это покрытие в реальных факторах природного воздействия. Ну и, соответственно, я всегда призываю к комбинации краскопульт, распылитель плюс коррекции кистью. На дереве это очень оптимальная комбинация, которая даст и достаточный расход материала, который будет продолжительное время хорошо, качественно впитываться в древесину. Инструмент, качественный грунт и соблюдение параметров рабочего расхода. Это 100% гарантия успеха на 10, 20, 15 лет. Для работ по покраске клееного бруса по всему периметру потребуются строительные подмости. Оптимальный выбор для этих задач – мобильная вышка-тура на колесах с фиксацией. Обсудим эту тему с руководителем крупнейшего производителя таких вышек – завода «Дирс». «Вышка-тура» – это передвижная конструкция, сборно-разборная, позволяющая выполнять работы на высоте. Это колесная балка, имеющая колеса для передвижения и домкраты для выравнивания площадки. Это профильная труба толщиной 1,5 мм, фанера 0,9 мм и обработана огнебиозащитой и, соответственно, настил с люком, который закрывается для безопасной работы. Однако стоит отметить, что вышка-тура – весьма небезопасный инструмент, и выбирать его надо правильно и у проверенных производителей. Достаточно много производителей, которые стараются сэкономить 2-3 тысячи рублей, делают трубу тонкую, поэтому и получается, что вышка становится неустойчивой. И второе, что немаловажно, это несоблюдение техники безопасности и паспортных данных, которые заявлены, то есть максимальная высота установки и нагрузка. И на данную модель нагрузка 200 кг. Если будет больше, соответственно, будет неустойчивая. При выполнении малярных работ на веранде, чтобы не испачкать уже оштукатуренные стены дома, мы предлагаем использовать укрывной материал. Какой укрывной материал наиболее подходит для этих строительных задач и как им пользоваться, обсудим с представителем компании «Лига Регион». Компания «Лига» производит малярный скотч для защиты поверхности при проведении лакокрасочных работ и укрывную пленку для защиты более обширных поверхностей от краски, лаков, пыли, грязи, штукатурки и монтажной пены. Малярный скотч представляет собой крепированную бумагу с гофрированной поверхностью, на которую с одной стороны нанесен клеевой состав. Также эту ленту называют малярным крепом, бумажным крепом или креп-лентой. Малярный скотч имеет следующие эксплуатационные характеристики. Высокая клейкость как к гладким, так и к пористым поверхностям. Он очень хорошо приклеивается к любой поверхности. Морозостойкость до минус 10 градусов. Температурный предел до плюс 60 градусов. В отдельных случаях до плюс 120 градусов. Малярная лента обладает относительно высокой прочностью, однако низкой устойчивостью к кромочным разрывам, что дает нам преимущество при разметке, легко можно разорвать руками. В России появился новый материал – укровная защитная пленка с клейкой лентой. Укровной пленкой удобно защитить, например, дверной проем со стеклом при проведении штукатурных или показочных работ. Это удобно сделать даже одному человеку. Далее мы ее подрезаем и удобно развернули. Специальным образом сложенную пленку. Как вы можете наблюдать, пленка имеет свой статический заряд, плотно облегает поверхность. Внизу стоит только ее закрепить также на малярный скотч. Далее в программе. Выбираем бетон и гидроизоляцию для железобетонных конструкций. Обсуждаем, как правильно проектировать дизайн брусчатки. Выбираем распределительный щиток для улицы. Бетон – один из самых прочных и долговечных строительных материалов. Практически ни одно сооружение не обходится без применения бетона. Низкие марки идут на подготовительные работы, на бордюрные работы. Чуть выше идут на сильно несущие конструкции. Еще выше используются уже на опалубки, на дома. Выше марка 350 используется монолит, ростверки и несущие конструкции. Марки 400 и выше используются уже мостовиками и на сильные ответственные конструкции. 15-этажные здания, первые три этажа стоят на марке 400 и 450. Но вот в чем вопрос. Как отличить марку, например, 300-го бетона от 350-го? Мы обратились с этим вопросом в компанию «Гарант Бетон». Завод официально существует 10 лет. На рынке мы 12 лет находимся в Истре, поселок Северный. Свой штат автомобилей, также есть свои насосы и есть свои тонары. Ну и, в принципе, этот за глаза нам хватает для нашей работы. Итак, вернемся к нашему вопросу. Как же отличить марку бетона и не попасться на уловки нечистоплотных дельцов? Единственное и главное, что можно рекомендовать, это нужно присутствовать на каждом заводе, где ты планируешь закупать. Особенно это касается строительных компаний, потому что они удаленно заказывают бетон в новом локации и попадают на мошенников. Нужно приехать, посмотреть завод, с которого ты планируешь отгружаться. Один визит даст возможность понять, с кем ты работаешь. Часто для бетонных смесей используются добавки. Функции и строительные задачи добавок отличаются. Добавки бывают разные, их много видов. Одни нужны для того, чтобы увеличить водонепроницаемость. Водонепроницаемость, другие – морозостойкость. Третьи – схватываемость, ускоряет процесс схватываемости. Некоторые нужны для того, чтобы на дальние расстояния посылать машины, и тем самым бетон замедляет свою схватываемость. На данном объекте везде используется пенетрон-адмикс. Он увеличивает водонепроницаемость и морозостойкость. Одна из добавок, которые используются, это гидроизоляция. Если вы решили применить, например, гидроизоляцию пенетрон, которая добавляется непосредственно в бетон, не забудьте сообщить об этом производителю при заказе бетона. На каждом заводе большом есть консультант. Он подскажет, какой вид вы планируете добавлять добавки и подскажет, что нужно будет сделать. Например, в этом случае вы добавляете пенетрон, и мы на заводе сделаем его гуще, потому что ваш пенетрон разжижит бетон. Если мы привезем обычный бетон, то он будет слишком жидкий и будет расслоение. Поэтому нужно советоваться или с прорабом, или с начальником лаборатории на заводе. Чтобы гарантировать надежное и безопасное функционирование системы электроснабжения, в жилых домах и на предприятиях используют распределительные щиты, в которых находятся защитное и распределительное оборудование. Такие приборы должны отвечать самым строгим требованиям к безопасности и отличаться высокой механической прочностью. Какой лучше всего щит выбрать для загородного коттеджа, расскажет представитель компании ИЕК. Хочу вам представить щит учета, который останавливается непосредственно на улице. Он не боится ни влаги, ни холода. IP66, в первую очередь, это, конечно, конструкция шкафа. Это уплотнение, это замки герметичные, это окошко может быть герметичное, соответственно, и кабельный ввод снизу, где кабель вводится, тоже обеспечивает степень защиты как минимум IP66. Например, у нас предусмотрен специальный защитный козырек, который защищает от попадания влаги непосредственно между уплотнением и щитом. Здесь внутри установлены специальные ДИН-рейки, куда останавливается модульная аппаратура, а также есть монтажная плата, на которую устанавливается счетчик. Щит каплютуется автоматическим выключателем, который служит защитой от сверхтоков, то есть от тока перегрузки короткого замыкания. Чтобы сохранить степень защиты данного шкафа, для этого специально используются кабельные сальники степень защиты IP68. Самая большая ошибка при монтаже данных корпусов – это иногда не устанавливают кабельные воды в шкафах. Берут просто подешевле сальник, например, кабельный ввод, или, допустим, не той степени защиты, и влага начинает попадать. Еще одна из таких ошибок – это крепление на столб. У нас в комплектацию корпуса входят специальные уплотнения, которые позволяют влаге не попасть. С обратной стороны есть отверстие и проушин, на которые устанавливается шкаф. И вот там, в том месте, иногда монтажники забывают поставить уплотнение. Далее в программе. Продолжаем цикл сюжетов про тротуарную плитку. Обсудим, как формировать общую стилистику экстерьера при помощи тротуарной плитки. Оформление приусадебного участка является неотъемлемой частью ландшафтного дизайна. Разнообразие видов, оттенок и форм тротуарной плитки позволяет сделать необыкновенное и красивое оформление частной территории. Это абсолютно новая тенденция на российском рынке, потому что буквально, ну, наверное, 10 лет назад была только серая плитка, либо такого винного оттенка. Формы были в основном прямоугольник, и все стремительнее и стремительнее на российский рынок входят разные покрытия. В том числе и наши бетонные изделия, которые представлены в разных оттенках цветовых решений. Однотон, либо ColorMix. Также может быть огромное количество форм мелкой, крупной, закругленными краями неправильной геометрической формы. Красивое и долговечное покрытие можно использовать для зонирования частной территории. Материал различной формы, цвета и фактуры при правильном комбинировании поможет превратить придомовую территорию в настоящий шедевр. Это разнообразие продукции, которую представляют производители, требует понимания, как между собой эти плиты должны формироваться. И таким образом зародился наш отдел, отдел дизайна мощения, чтобы мы могли клиентам подсказать, подобрать решения, сделать интересный дизайн, грамотно спланировать дорожки, зоны патио, парковки и другие остальные участки, правильно сформировать, сделать индивидуальный рисунок, чтобы это было красиво, а также просчитать нужное количество материала. При выборе способа мощения и вида элементов следует учитывать следующие характеристики. Размеры и форма поверхности, особенности территории, цветовое решение, назначение пространства. Мы наполняем ландшафт, чтобы все это вместе смотрелось красиво. Это растения, это дорожки, это заборы, малые архитектурные формы. И нас должна эта картинка радовать, вдохновлять. То есть это создается общий комфорт для жизни человека. Дизайнер компании Брайер разработал под нашу съемочную площадку дизайн-проект. На конкретном примере посмотрим, как правильно сочетать цвета и материалы. Проект нам достался уже с определенными решениями. Уже был построен дом, выбрана черепица, забор. И мы решили привязать цвета уже к существующим формам, для того, чтобы гармонично мощение вписать и привязать все между собой в такой ансамбль. Эти коллекции очень хорошо сочетаются друг с другом. То есть их форма и размеры, старый город Ланхаус и Ригель, похожа, что позволяет их совмещать друг с другом. Благодаря этому у нас получаются два типа плитки на участок, которые прекрасно друг с другом сочетаются. Одно плавно перетекает в другое. Плавный переход практически незаметен. Вы можете сами в этом убедиться. О зеленении участка после стройки – еще один немаловажный вопрос в формировании экстерьера загородного дома. Многие предпочитают для этих работ хвойные породы. Рассмотрим наиболее популярные виды растений и как их компилировать на участке. За посадочным материалом мы обратились к нашим партнерам из цветочной компании «Харченко». Цветочная компания «Харченко» работает до 2003 года. У нас большой опыт в производстве цветочных и овощных культур. Помимо хвойных растений вы можете также приобрести у нас плодовые деревья, кустарники, декоративные деревья, а также горшечные растения для вашего дома и многолетние растения для вашего сада. Сегодняшний разговор мы начнем с канадской ели коника, потому что всем начинающим садоводам, да и не только начинающим, обязательно нужно приобрести себе домой такое хвойное растение. Его очень легко посадить и в дальнейшем за ним очень легко ухаживать. Также поговорим сегодня мы про ель колючую «Эдит». Видите, как она отличается, каким цветом? И она будет сохранять такой сизый цвет на протяжении всей своей жизни. И последний наш герой – это китайский можжевельник «Стрикта». Его, кстати, очень часто сажают в санаториях, потому что этот можжевельник очищает воздух и борется с различными болезнями. Не секрет, что после строительства дома грунт становится замусоренным и зачастую непригодный для посадки деревьев. Поэтому мы решили идти проверенным путем. Высаживать хвойники в готовый садовый грунт – терравитоживая земля от компании «Неваторф». Такая почва поможет дать нашим растениям правильную основу для дальнейшего роста. Чем замечателен наш грунт? Он состоит из верхового, сфагнулого торфа, низкой степени разложения. Мы добываем его на экологическом чистом месторождении – кауштинское. Торфодобыча ведется экологическим методом. Верховой торф обладает высокой влагоемкостью, пористостью. Он стерилен от семян сорных трав и от болезнетворных бактерий. Используя его на своем участке при посадке растений, вы можете быть уверены, что растение не заболеет, Грунт долго не вымывается, то есть на долгие годы вам обеспечен приток питательных элементов для корневой системы растений. Очень приближен к естественным грунтам в местах произрастания хвойных. Хвойные любят среднекислую почву, именно такой грунт в нашем мешке. То есть сажая растение в наш грунт, вы можете быть уверены, что корневая система его будет хорошо развиваться, будет здоровой. Высадка деревьев начинается с подготовки ямы. Итак, наше растение готово к посадке. Заранее у нас были подготовлены посадочные ямы диаметром 50 на 50 глубиной около 60 сантиметров. На дно ямы мы положили дренаж, для того, чтобы корневая система растений не загнивала и был хороший доступ воздуха. На одно посадочное место будет использовано где-то около 3-4 мешков. Вы, наверное, заметили, да, что у нас корневая система сейчас немного выше нашей подготовленной ямы. Мы это сделали специально, потому что на участке ведутся работы по благоустройству, и уровень земли, он будет чуть выше. Мы уже заранее подготовили наше растение. И начинаем засыпать наше растение оставшимся грунтом. Будем формировать небольшую горочку. Деревья посажены. Будем наблюдать за их ростом в наших следующих выпусках. Наступает зима, и вопрос защиты дома от слякоти становится особенно актуальным. Для предотвращения попадания грязи в помещение существуют специальные системы грязезащиты. Система грязезащиты – это предверные решетки, которые используются для чистки обуви на входе. Их можно применять как в общественных местах, так и в частных домах. Мы обратились к крупнейшему производителю систем грязезащиты – в компанию ТД Евротрейдинг с просьбой рассказать, какие виды систем предверной грязезащиты существуют. Продукция гидролика выпускается компанией ООО «ТД Евротрейдинг» и применяется при строительстве и обустройстве объектов частного, гражданского, промышленного и спортивного строительства. Наша компания разрабатывает и поставляет системы для всех трех уровней очистки обуви на входе. Грязезащитная решетка представляет собой металлическую раму, выполненную из прочного профиля, в которую вставляются разные элементы защиты от грязи. Для главного входа у нас будет использовано несколько систем. Первая – это стальная оцинкованная решетка с обрамлением, чтобы очищать крупные куски грязи с обуви. Для второго уровня защиты у нас будет использована грязезащитная система из трех разных модулей – резина, четко, скребок. Данная система грязезащиты позволит нам более детально прочистить обувь за счет нескольких разных модулей. Резина поможет создать эффект противоскольжения за счет зацепления обуви, а скребок – для того, чтобы очищать снег с подошвы. И третья грязезащитная система – это ворс. Он будет собирать всю влагу с обуви. Можно установить поддон, которому есть возможность подключения канализационной трубы, и в этом случае можно будет еще и отводить сразу ту влагу, которая будет попадать с решетки в поддон. Далее обсудим, когда и зачем нужны цокольные отливы. Отлив для цоколя всегда необходим, если он выступает за плоскость стен. На образующейся ступеньке постоянно скапливается влага от росы, дождя, снега, который проникает в поры бетона, швы каменной или кирпичной кладки, подслой штукатурки. На данном объекте мы устанавливаем отливы для цоколя, который изготовлен из искусственного камня. Отливы для дома могут устанавливаться методом штрабления в стену, либо просто установкой стыка. Так как на данном объекте сделан уже фасад полностью, чтобы не испортить его, чтобы не пошли микротрещины, мы будем просто в стык устанавливать данные отливы. Здесь у нас также есть водосточная система, уже установлена. Мы будем демонтировать ее и устанавливать отлив уже на это место. Правильный отлив монтируется на этапе черновых работ по фасаду. Но что делать, если фасад уже готов, и хозяин дома вовремя не произвел работы по монтажу цокольного отлива? Показываем решение, которое спасет ваш фундамент от влаги на несколько лет. Итак, для решения поставленных строительных задач мы возьмем отливы и саморезы от компании «Покров», универсальные клей-пену и герметик от «Технонеполь». Перед применением обязательно нужно встряхнуть баллон в течение 30 секунд, как минимум. Клей-пена после нанесения на основание должна немножко постоять на открытом воздухе для лучшей полимеризации состава и лучшего приклеивания. Обязательно после установки планок отливов нужно снять фундамент.